Здравствуйте! Это программа «Что происходит?» в эфире Черноморской телерадиокомпании. Сегодня в гостях у нас Зоя Буйницкая, заместитель председателя партии «Демократический альянс». Здравствуйте, Зоя! Я думаю, что все прекрасно понимают, о чем мы сегодня будем говорить. Мы будем сегодня говорить о создании новой политической партии. Мустафан Аем еще раньше анонсировал о том, что на основе Демократического альянса будет создана новая партия. Также он говорил о том, что 9 июля пройдет съезд новой партии, где будут обговариваться программные документы, будет обговариваться вопрос репрендинга и устав. И также после съезда будет оглашена дата публичной презентации идеологии и программных целей этой партии. Но все-таки рискну и спрошу сегодня, какая идеология новой партии? Возможно, вы нам расскажете сегодня об этом. Во-первых, я хочу зазначити, что на сегодняшний день мы начали очень уникальный исторический процесс объединения. Так склалось, что политическая традиция Украины – это объединение, это шукать певные точки дотики, понимания, разбегаться. Но мы наконец-то нашли возможность и объединялись с певной к количеством очень хороших людей, представителей разных средств. Это и депутаты, это и экспертные средства, и общественные активисты, которые готовы на базе демократического альянса идти и изменять страну. Мы ставим перед собой очень амбитные цели – это вытягать страну на решті цего олигархического болота, в котором она находится уже третий десяток лет. И мы вважаем, что наша политическая сила, оновленный, ребрендованный демократический альянс, может это сделать, объединяя такие усилия. Мы объединяемся сейчас на около трех очень рамковых документов, которые вы значили за основу. По-перше, это документы, инициативы, реформи мают быть правильными, рембусы, певные рамковые инициативы по многим сферам. По-друге, это документ, который был запропонован Нестеровской группой, такая певная визийная бачение развития Украины, изменения ценности основы. И так же это визия от новой страны, одного из участников нашего процесса, и также показывает, каким образом можно делать изменения в той или иной сфере. Поэтому в ПЕИ эти рамки у нас есть, мы будем дальше их направить, конкретизировать и готовить базовый документ, про который сейчас вы скажете. Мы для себя постановили, что мы хотели бы объединять помиркованных консерваторов, которые сейчас являются членами Демократического Альянса. Мы хотели бы объединять либералов, которые до нас присоединятся и также есть нашими партийцами, и вместе делать эти изменения. Ну, если вернуться все-таки к идеологии, вы можете нам рассказать, какая идеология партии, потому что сразу уже пошли какие-то высказывания экспертов о том, что сначала должна быть идеология, а потом партия. У нас получилось наоборот, точнее у вас получилось наоборот. Анонсировали партию, но пока об идеологии ничего не сказали. Вы знаете, это разные подходы к объединению процессов. Можно сразу складывать идеологию, написать хорошую программу, расписать все кроки по кроку, поднять руку, сказать, что мы создались, объединяйтесь до нас. И таким образом мы для себя обмеживаем певную кількість людей, которые скажут, что мы не сгодны с этим принципом, сейчас мы не сгодны с этим кроком. И мы, напевно, пойдем в другую политическую партию, а будем создавать свои. И на самом деле мы имеем 300 политических партий, проектов, которые зареєстрированы в Украине. И таким образом они складывались. Мы ставили для себя мету сначала объединяться вокруг певного бачения, вокруг доверия к людям. И мы знаем этих людей по конкретным крокам, в том числе и в политической сфере. Поэтому мы можем сказать, что помиркованные консерваторы, которые, переважно, больше всего в демократическом альянсе, и люди с либеральными поглядами, которые сейчас объединяются. И может быть, эта новая политическая идеологическая платформа, с которой мы будем идти. Но какие-то ориентиры у вас же все-таки должны быть. Потому что если нет ориентиров ни вчера, ни сегодня, то можем ли мы говорить о том, что партия будет успешно существовать в будущем? Не боитесь ли вы идти в большую политику? Если брать с точки зрения ориентирования на этой политической мапе, то мы правоцентристи ближе к центристам. Если брать таким образом. Но, на жаль, у нас украинцы не голосуют за центристов, за правоцентристов. Они не рассматривают себя с такой точки зрения, не раскладывают себя в таких положениях. Они, в первую очередь, дивляться, какие есть инициативы, какие есть люди. У нас уже сейчас ставят вопрос, как те или иные депутаты, которые до нас долучаются, голосовали в парламенте, например. То есть люди оценивают конкретно людей. И даже, напевно, вы знаете, как ведомый социолог украинский Ирина Бекешкина, что голосуют в первую очередь за людей, даже не за программы. Поэтому намагаемся поединять. У нас есть люди, которые разработают программу. У нас есть люди, которые готовы быть обличчем этой политической партии. И в процессах перемоги мы объединяем все напрямки. Но все-таки программы уже есть. У нас есть рамковые документы, у нас есть определенные виды. И мы нещодавно провели встречи, на которой до нас долучилось еще определенные кольца людей, экспертов в своих сферах, которые готовы долучаться, брать на себя ответственность и разработать эти программы. Хорошо. Если говорить о миссии партии, а вот какая миссия новой партии? Потому что Порошенко борется с олигархами, Тимошенко борется за низкие тарифы, Лешко тоже борется с олигархами и тарифами. Вот ваша миссия. Какая она? Вы знаете, это уже очень смешно звучит, что Порошенко борется с олигархами. Это как меди... Да, бджоли против меда, фактически. Ну, он заявлял о олигархизации. Мы можем смотреться по конкретным крокам, которые, на жаль, сейчас не происходят, как действительно олигархизация. А это конкретные инициативы в обмежении вплива олигархов в разных сферах, в том числе в политичной сфере. Мы можем сказать про то, что члены нашей политической силы уже долучались до олигархизации в стране. Это принятие закону о государственном финансировании политических партий, до которого также долучались демократические альянсы, как парламентская партия. Это конкретные пропозиции по выборчому закону, по открытым спискам. И таким образом, уже на практике можно поделиться, что наша партия работает по многим напрямкам. Поэтому наше бачение страны, это как раз бачение, можно сказать, теми же самыми словами, но наши действия могут сказать за нас лучше сейчас. Это как раз поза олигархичная, мощная Украина, с развитою экономикой, но фактически она втягивается на практике. Хорошо. Если, например, обсуждать тему Донбасса, то какое отношение партии к Донбассу? Есть очень важные тематики сейчас, по которым мы еще не имели глубоких дискуссий. Я понимаю, что эта тема очень важлива, вразлива для общества, в которой очень ценность безопасности сейчас порушена. Я сама, как переселенец из Донбасса, понимаю, насколько все эти вопросы проходят наскрежно через жизнь, через родину, социальные выплаты, каким чином можно было облаштовывать на новом месте и так далее. То есть, очень много таких вопросов. Но мы понимаем, что у нас демократическая процедура и остаточные решения должны даться после внутренних партийных дискуссий. А если взять конкретный пример, платить или не платить пенсии тем людям, которые остались на неподконтрольных территориях Украины или которые не смогли выехать из ДНР и ЛНР. Вот вы за что? Платить им пенсии или не платить? А сплата пенсии, социальная забезпеченность – фактически один невеличкий крок в великому комплексі питань. Если его рассматривать окремо от великого картина, то картина не складается. Тут надо ставить вопрос более гостро – война на Сходе, или АТО? Від цього зависит, как разгортается ситуация. И если это АТО, значит, у нас ценность страны не порушена, и нема до кого предъявить претензии, у нас нема агресора. И все цель тягар лягає на плечи бюджету Украины, на нашу Украину. Если это война, то у нас есть до кого робить претензии, как до краини агресора. И это разгортание сценария совсем другого. Поэтому в вопросе социальных выплат не можно их рассматривать окремо от великого вопроса, из чего мы выходим сейчас. Что мы хотим сделать с этими территориями? Мы хотим их повернуть, мы не хотим их повернуть. Мы хотим дать окремый статус. Это все в рамках одной страны, как окремая территория. И таким образом строить подальше кроки. А вы как считаете, должны мы вернуть Донбасс или нет? Я как выходить из Донбасса, как переселенка, вважаю, что так. Ну вот отсюда можно уже дальше и развивать ситуацию с конкретными вопросами. Но тут я представляю партию, я представляю людей, которые объединятся из разных регионов, из разных взглядов. И это певный зритель украинского общества. Если мы берем такую гостру тематику и выносим ее в социальные мережи или в любую дискуссию, мы сразу получаем разные думки. Так же у нас есть и в партии. Поэтому я говорю, что это вопрос внутренней партийной дискуссии с долучением экспертов, которые имеют в том числе международный опыт, хотя его не очень много, по которым можно было бы дойти в рамках подобных конфликтов. Потому что у нас есть определенный опыт, который Россия создала, в том числе с Приднестровьем и с другими территориями. То есть мы изучаем этот опыт. Я самостоятельно этим очень зацикавлена, чтобы это вопрос движется быстрее. Но конкретную позицию партии я вам поки еще не могу сказать. Внутри партии обсуждали вы вопрос тарифов? Конечно, это очень актуальное вопрос для нашего выборца, очень актуальное вопрос для украинцев, и мы не можем его оменивать. Но мы понимаем, что это вопрос, певно, спекулятивное, на котором также делаются непогие популяристические рейтинги и другие политические силы. Демократичный альянс всегда считал, что мы не можем давать популяристичную ответственность на эти вопросы. В решении вопроса тарифов социального обеспечения очень сильно лежит в площадке развития экономики и перезапуске ее на новых основах. Не можно постоянно навантаживать одних людей и обеспечить их пиклуватися про других людей, потому что это несправедливое в общественном мире. Сколько можно тогда одних навантаживать, в том числе податковой системой, непрацючей экономикой, зарегулированными, системами. З другого боку, мы понимаем, что если люди не могут себе забезопасить, нам необходимо в рамках одними страны строить солидарную систему, потому что мы одна страна и мы один народ. Остаточного решения этого вопроса пока нет. Но большинство, мы все-таки, вважаем, что требует давать больше развития экономики, как раз на либеральных основах, перезапускать экономику, уменьшить податковое навантажение и таким чином далее допомогать общество сплачевать высокие тарифы, те же самые, которые полностью мают покрывать наданные услуги. То есть я так понимаю, что вы совершенно нормально и спокойно относитесь к тому, что сейчас тарифы повышаются в Украине? Я понимаю, что для тех людей, которые не могут покрыть эти тарифы, просто очень у нас в сфере говорят о том, что они мега завышены, эти тарифы. У нас есть уже обращение в суды от Тимошенко и от Ляшка о том, что тарифы завышены неимоверно. Вот мне интересно услышать вашу позицию. Что партия на основе Демократического Альянса, как она относится к тарифам, они вот сейчас, те, которые есть на сегодняшний день, они, по вашему мнению, завышены или нет? Нужно их снижать или нет? В вопросе формирования тарифа, все же таки, его нужно ставить соответствующим органам и эксперты оценивать, каким образом, по каким формулам эти тарифы формуются. Мы не знаем сейчас эксперты с точки зрения формирования тарифов, и, насколько я знаю, это очень непрозорная формула, как така, и тому для нее много вопросов. Люди, про которых вы говорите, представляют фактически так же политические силы, и насколько они разбираются в этом, это также окремое вопрос. Мы хотим сказать про то, что тарифы должны быть экономически обгрунтованными и зрозумели, как они формуются. Только в таком случае даже высокие, возможно, тарифы будут приниматься как правильные, как те, что сформированы не с потолка, таким образом, а действительно с реальной действительностью. Но если мы говорим о высоких тарифах, тогда мы должны говорить о высоких заработных платах, чтобы мы могли подосить. Вы говорите, совсем справедливо. Мы должны говорить о работе экономики, о том, что человек должен заработать, для того, чтобы можно было сплачивать эти тарифы, можно было сплачивать и полностью себя обеспечивать. И заработать не на двух-трех работах, как это делается сейчас в Украине, как обычная практика, а заработать на однии работе, и иметь возможность при этом отдыхать, обеспечивать детей. Вы сказали о перезапуске экономики Украины. Вот каким образом вы собираетесь это делать? Уже есть какие-то наработки? У нас есть пока что очень рамковые, которые вместятся в манефесте реформы, должны быть настоящими инициативами. У нас среди людей, которые уже объединены, и среди основателей партии, есть разработчики Либеральной податковой реформы 3357, которые уже полтора года пытаются со своей идеей предлагать ее общество как основу изменения податковой системы. Я надеюсь, что все-таки это выйдет сделать. И изменение податкового тягоря, в первую очередь, будет помогать экономике развиваться. И в дальнейшем, запуск инвестиционных проектов, и так далее, которые также поместятся, пока что в рамках стратегии, они будут прописываться по Кроково. Есть еще несколько вопросов, которые всегда вызывают резонанс в обществе. Это личные свободы. Вот есть какое-то отношение партии к гей-прайду, который недавно проходил в Украине, и к легализации наркотиков. Вы знаете, после Донбасса это два вопроса, которые действительно очень расколюют общество, но в очень небольшой количестве, когда люди больше думают про собеседование себя, чем про такие речи. Как вы, наверное, знаете, Демократичный Альянс был единственной политической партией, которая поддерживает проведение марши гидности и ревности. С точки зрения того, что собеседование права возможности быть висловленным, это базовое право и в демократическом суспільстве. И мы вважаем, что оно должно быть непорушено и обеспечиваться ревным для всех. У нас в политической партии среди людей, которые до нас приедутся, есть представители очень либеральных поглядей, есть участники самого маршу ревности. Поэтому я вважаю, что это достаточно нормальная дискуссия, когда люди просто расширяют свой кругозор, узнают что-то новое, происходит внутри партийная дискуссия, и делаются изменения, в том числе и в подходах. Поэтому в этом вопросе мы еще не проводили широкую дискуссию, хотя мы уже ее начали после проведения самого маршу в Украине, потому что оно действительно очень сборило много верст населенения. Если говорить о наркотиках, какое отношение к партии? Мы не рассматривали этого вопроса, и все как вопрос системной работы, есть отдельные думки, которые пока еще не связаны. Хорошо, давайте теперь поговорим о ресурсах. Без медиа, без телевидения, ни для кого не секрет, на данный момент практически невозможно создать хороший продукт или проект в нашем случае, который соберет там больше 10%. У вас какой ресурс? В первую очередь мы говорим про демократическую революцию, про партию. Это все же не проект. И я пропоную завжди и нашему выборцю разразняти эти два понятия, потому что проект – это объединение, которое финансируется олигархами фактически, и имеет одноосибное управление одними-двыми людьми, которые дают деньги. Мы в таком случае не можем говорить ни про демократичность процедур, ни про старые изменения, ни про жодные социальные лифты, партийные лифты, которые мы строим в своей политической силе. Мы говорим про партию, которая уже мает определенный досвид формирования, и нам в этом году уже 5 лет. И у нас есть досвид, что 5 лет мы занимались системным политическим фондрейзингом, грошей на нашу деятельность, то есть пошуком финансирования. Мы долучали досить серьезные суммы от малого бизнеса, от среднего бизнеса, с дробными внесками. И можем сказать, что это працюет, это певным чином долает оцю недовіру до політиків. И когда люди видят, что вкладывая гривню 10, несколько тысяч, они делают певные изменения на практике, это надихает их до вся финансовая ответственность у нас в публичном доступе, и у нас были уже случаи, когда мы повернули достаточно серьезные суммы от людей, в честности, в которых мы не уверены, скажем так, потому что против них не было каких-то карных или других вещей. Поэтому все наши джерела мы проверяем, особенно проверяем великые внески. Если мы не уверены в джереле их находления, мы их повернули. Хорошо, но я вот не соглашусь с вами о том, что олигархи не финансируют политические партии. Финансируют они партии. Хорошо, давайте... Политические проекты, возможно, вот так раз финансуют. И партия, а не... Проект партия, мне кажется, у нас можно поставить знак равенства. Так, есть достаточно большая цитата, но я бы хотела ее зачитать. Это наш коллега, известный украинский журналист Валерий Калныш в своем фейсбуке вот так вот прокомментировал создание новой политической партии. Я вновь... И вновь все как всегда. Ничего не поменялось и не поменяется. Я про партии. В ближайшее время нас ожидает появление двух политобразований, которые, смею сказать, это сейчас не будут успешными. С одной стороны, это Сергей Лещенко, Василий Гатько и товарищи. И с другой стороны, Дэвид Сакваралица, Виталий Касько, Виктор Чумак. Тоже с товарищами. До последнего момента мне казалось, что эти люди сойдутся в одной партии, но нет. Каждый решил пойти своим путем, который, правда, проходит по одной идеологической нише. Либерализм. Но именно уверенность в собственной уникальности в итоге приведет к тому, что ни одна, ни другая партия не будут успешными. Но это примерно, как Тимошенко и Кличко, решили завалить Черновецкого, но в итоге ему и проиграли. То, что те люди, которые вместе декларировали борьбу с коррупцией, призывали к обновлению системы, вместе нападали на олигархов и президента, по какой-то причине вдруг решили эти разными колоннами, наталкивают только на плохие мысли. Например, что не поделили. Гентманство. Вот напомню, что Дэвид Сакваралидзе, он также заявил о создании новой партии и сказал о том, что инициативные группы уже создаются по регионам, хотя до этого он заявлял о том, что идут переговоры с Мустафой Наемом о возможном создании единой партии. Как бы вы ответили Варерию Калнышу и многим другим вопросам, многим другим людям, у которых возникают вот такие же вопросы? Почему не одна партия и что не поделили? Вы знаете, мы в процессе переговоров уже достаточно долгий час, и в процессе переговоров совсем с разными средствами и разноманитными группами. За этот час было много разноманитных думок и подходов. Поки что так стало, что мы пошли двумя колоннами. Но я думаю, что мы и дальше будем продолжать процессы переговоров. Мы не закрываем дверя один перед одним, потому что все эти более дробные вопросы, подходы до управления, подходы до формирования политических сил, они все развиваются в более больших вопросах, за которыми нам действительно нужно работать и бороться. Это вопрос о корупционерах во владе, это вопрос о корупционных схемах, которые закладены в законодательство, это вопрос о недовтории политиками в Верховной Раде. И даже если мы десь и перейдемо там двумя окремими колоннами, то далее будем скоперироваться у всех этих вопросов и делать их разом. Но зауважьте, что буквально напередодні у нас не было жодных групп, которые бы каким-то чином склалися. При том, что много людей, с которыми мы разговаривали, сказали, вы знаете, я проводлю по 5-6 встреч на тиждень, я запрошу совсем разные средства. И мы поки что знаем про два средства. Поэтому это нормальные живые процессы. Доброе, что они сейчас происходят, это хорошо, что есть певная кристаллизация, и мы уже можем разговаривать не с шестью різными там средствами, а с пятью, а уже два средствами могут разговаривать между собой. И это певное кристаллизирование бачения и кругов в подальшем разгортании. И я думаю, что публичные отгуки, они також стимулируют этот процесс, потому что количество сейчас спильных эфиров, заходов, где перетинаются представители двух групп, оно очень высокое. На каждом даются такие певные ответы. Поэтому я думаю, что это как раз також продолжение нашего диалога, но более в публичной сфере, через комментование, ответы зацикавлены. А вот вопрос успешности или неуспешности политической партии. Вот Валерий Калныш говорит, что ни партия Саакашвили, это следующий уже вопрос будет, ни партия Сакваралидзе, ни партия на основе Демократического Альянса не будут успешными. Знаете, скепсис в политической деятельности сопроводжена с самых первых дней нашего существования как политической партии. Кожен раз своими перемогами в міських радах, каждый раз своими перемогами в конкретных иниціативах, в просуванні законопроектів. Мы показываем, что этот скепсис можно подолать. Единственное, что я також хотела бы, чтобы это было более быстрее, чтобы то, что мы получили после Майдана, это возможность делать изменения, когда действительно коррупционеры, кто поехал из страны, кто прекратил делать коррупционные схемы, а потом, понимая, что сейчас не происходит, что не случается жодных изменений, они снова начали делать то же самое. Вот вернуться в эти часы сейчас не удастся, но мы должны надоложить этот час, делать это сейчас. Поэтому этот скепсис нужно переборировать тем, что мы уже пошли, и мы не остановимся. И действительно у нас 9-го будет липня з'їзд, и це один з віхів, які в нашій процесі іде, війны іде. Ну, не могу не спросить о Саакашвили, потому что он проскакивал у меня уже на протяжении нашей беседы. Вот в течение прошлого года не разу мы могли наблюдать картину того, как на фотографиях и в жизни молодые украинские демократы вот собирались вместе с нашим матерым украинско-грузинским политиком. И тогда говорили о том, что будет партия Саакашвили. Сейчас в новой конфигурации сил вот как-то участники этого антикоррупционного такого марша и турне Саакашвили раскололись на две части. Вот с кем же все-таки будет Саакашвили? Ну, знаете, в Патане напоминався ж таки, да... Ну, вы, например, с ним ведете какие-то переговоры? Ну, мы напрямую с Михаилом не контактуем. Мы, фактически, контактуем с командой, которая его представляет в Украине. И, певным чином, знаем их видение. Тому, что сам будет делать сам Саакашвили, мне наразе неизвестно. Я знаю, что у него есть амбитии и в Грузии. Скоро будут выборы, и его партия идет на эти выборы. Он сейчас активно занимается губернаторством своим, и своим инициативами, которые уже започаткували в Одесской области. Ну, и последний вопрос, очень коротко. Вот, как вы считаете, от каких факторов будет зависеть успех или провал политической партии на основе Демократического альянса? Я думаю, что первый основоположный фактор – это наша решучесть идти вперед. Не зважаючи на критику, не зважаючи на певний пессимизм цього процессу, не зважаючи на невелику кількість ресурсов на данном этапе, это, фактически, делать свою работу, крок за кроком просуватись вперед. От этого будет зависеть наш успех. Потому что в нашей политической ситуации, в Украине, яка склалась, тот, кто движется, тот долучает людей. Если дальше проводить перемоги и сказать, что я лучше, чем я лучше, люди не верят словам, люди верят справам. Если они видят, что движется, они будут объединяться. Ну, я думаю, что мы увидим после 9 числа программу действий новой партии. Певні программные документы будут у нас после 9 липня. Разгорнутую программу мы себе закладали точно на новый съезд, который будет в вересне. Это уже запланована дея. То есть два месяца мы берем на разгортание программы. И в весны будем уже представлять комплексный документ. Хорошо. Давайте на этом мы закончим. Я думаю, что мы получили пищу для размышлений. И будем приглашать вас уже в конце лета и в начале сентября, для того, чтобы понимать, какая же у вас политическая программа. Огромное спасибо. Это была Зоя Буйницкая, заместитель председателя партии «Демократический альянс». Говорили мы о создании новой партии на основе «Демократического альянса». Это была программа «Что происходит» в эфире Черноморской телерадиокомпании. В студии работала Виктория Панченко. Я желаю вам хорошего вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова